Любите играть в GTA, но вечно не хватает денег на новые тачки и недвижимость? Тогда загляните в группу к Фасмилеру. Это отличная группа с недорогой прокачкой. Гораздо легче заплатить 100 рублей за прокачку в этой группе, чем сутки напролёт безвылазно фармить. Прокачка доступна как для пользователей ПК, так и для пользователей PS4. В общем, ссылка в описании. Здравствуйте, уважаемые зрители, с вами Ватман. И в данном ролике я расскажу, где найти 10 предметов реквизита, которую злоумышленники украли со съёмочной площадки Disney. Студия отправила мне на помощь двух своих лучших монстров. За безопасность будет отвечать Салли, а за поиск Майк Вазовский. Сам поиск идентичен бродилкам с собиранием игральных карт и коллекционных фигурок. Но за маленьким исключением. Здесь 7 предметов находятся всегда в одном месте, и 3 предмета реквизита перевозятся в фургонах и пикапах. Спавнятся эти фургоны в определённой области и не всегда. А вообще собирать предметы можно в любой последовательности. И поехали по порядку. Первый предмет реквизита находится там же на съёмочной площадке. Это кинолента. Если смотреть на двери Соломона Ричардса, то плёнка будет находиться справа. Второй предмет находится в фургоне. Место его спавна это область в районе Ламеса. Начиная от китайского квартала и уходя правее через канал до игрового ретро-зала и автомастерской. Если у вас есть воздушная техника, просто полетайте над этой областью, пока на карте не появится голубой дружок-кругляшок. У меня этот фургон заспаунился именно в китайском квартале. Китайцы возле него не очень дружелюбны, так что готовьтесь дать отпор. В фургоне находится шкура, ковёр и стигра. Вам нужно доставить сам фургон на съёмочную площадку. И если стационарный предмет реквизита могут брать все игроки, которые находятся рядом, то вот фургон может доставить только один из них. Так что имейте в виду, что не все в сессии будут к вам дружелюбно настроены. После доставки любой части реквизита вы получаете по 10 тысяч долларов. Третий предмет находится в центре города в стриптиз-клубе. На карте отображается как каблук. На входе стоит охранник, который вас без проблем пропустит. Но далее вам нужно попасть в вип-комнату, а без стриптизёрши этого сделать нельзя. Так что либо находите полу-путану, идёте с ней в вип-комнату, смотрите танец, и потом пытаетесь проникнуть глубже, в смысле дальше по коридору, либо сразу с улицы начинаете валить всё, что стоит и движется. В этом случае в стриптиз-клубе можно будет находиться и со своим оружием, и беспрепятственно пройти в вип-комнату. А далее идёте до конца коридора в комнату управляющего. Здесь на заднем столе будет стоять монумент, который то вам и нужен. После его получения сразу отвозить монумент Соломону не обязательно. Можете отправляться за следующим предметом реквизита. Для тех, кому интересно, запасной выход закрыт. Через него проникнуть не получится. Четвёртый предмет находится в казино, а точнее в туалете. Но чисто в теории это тоже казино со своими белыми рулетками. Если кто не знает, на карте казино отображается в виде ромбика. Вам нужен правый туалет, не левый. В левом, кроме двух девок в одинаковых платьях, которые чудом ещё не подрались, ничего нет. В правом туалете на перегородке между писсуарами висит украшение индейца. Вот уж не знаю, что этим хотели сказать Рокстар. Возможно указали коренному народу США его место. Да, кстати, информация не новая, но может кто не знал. В казино быстрее перемещаться от первого лица. Пятый предмет находится на веранде дома у шоссе 68, что проходит через пустыню Гранд-Синора. Предметом является бюст мумий. Шестой предмет реквизита спрятан в форте Занкуда на первом этаже смотровой вышки. Это хлопушка-номератор, используемая перед началом записи дубля. Седьмой предмет это голова чужого, расположенная на разрисованной горе. Чтобы проще её было найти, стартуйте прямо от трейлера Тревора, что находится в пустыне. Восьмой предмет находится в лагере альтруистов. Кто не знает, располагается он в горах. Ориентиром может послужить пристань слева от него. Здесь, прямо на вершине, находится голова с пастью собаки. Сначала я подумал, что просто голодный мужик съел свою собаку. Но, как оказалось, это отсылка на реального имбецила, который пересадил себе пасть животного. Сама голова выглядит жутко. Даже представлять не хочу, как это смотрится на самом деле. Девятый предмет это глобус-бар для отборного коньяка, виски и скотча. Перевозится этот глобус на стареньком пикапе. Теперь о спавне. Появляется этот пикап в Палета Бэй. Это небольшой посёлок городского типа в северной части карты. Примерное время спавна 8 часов вечера, хотя у меня машина появилась в 7.30. Стояла в переулке и её охраняли три плохиша. Глобус был на месте. После того, как машину заполучили, её придётся везти к Соломону через всю карту. И да, этот пикап спавнится в определённое время, поэтому ближе к его окончанию снизу появится таймер. Проверять, что будет, если таймер закончится, мы не стали, потому что, как пишут игроки, найти эту машину трудновато. Но, скорее всего, после завершения времени этот пикап уже будет не нужен Соломону и вам придётся ждать игровые сутки. И напоследок я ставил ещё один фургон, который спавнится в городе. У многих он спавнится примерно в одной области, но она достаточно обширная. Начинается от небоскрёба Эклипс Тауэр. Далее простирается вплоть до автострады возле пляжа. Далее в горы до Института Пасифик Блавс и снова до Эклипс Тауэр. Такая достаточно большая зона поиска. Но, как писали игроки, встречали этот фургон они в разных местах этой зоны. Так что для более быстрого патрулирования области рекомендую вам взять самолёт побыстрее. Если машина долго не спавнится, отлетите от этой области подальше и возвращайтесь. А ещё лучше искать все предметы в сессии по приглашениям или пустой открытой сессии. Мне же фургон встретился именно на дороге между Институтом Ричмон и тем самым Пасифик Блавс. Смотрите на карту. Внутри два враждебно настроенных энписюна и гробница фараона. Устраняете энписюнов, забираете машину и доставляете к Соломону. Спавнится она в любое время суток, так что время на доставку не ограничено. Но это не точно. Когда вы доставите все 10 предметов реквизита, вам поступит уведомление заглянуть в офис Соломона за наградой. Зайдя внутрь, вы обнаружите все 10 предметов на своих местах и коробку, в которой находится супер-приз. А супер-приз это не что иное, как костюм пришельца из космоса, который есть в игре с её релиза. И также на ваш счёт в Мейсбанке поступит 50 тысяч долларов. То есть 100 тысяч вы заработаете, доставив весь реквизит. И ещё 50 просто так, за компанию. Итого, 150 тысяч зелёных бумажек. Можно чебурека купить. Только имейте в виду, что если вы заберёте костюм из коробки, зайти в офис Соломона будет нельзя. Во всяком случае у меня это сделать не получилось. Помимо поиска предметов реквизита, в этом обновлении появились ещё рандомные занятия. Например, мне случайно попалась машина кладменов, которые остановились попить кофейку. Но вместе с кофе получили ещё и по несколько грамм свинца. Сев в тачку, запустилось побочное задание. От мужика, который косит под Франклина, поступило угрожающее смс, что надо бы машину вернуть. Находится он, кстати, по соседству с Джеральдом. Так что, наверное, его подельник. А вообще заплатили также 10 тысяч долларов. И всю дорогу я был виден другим игрокам. Потому что кладмен всегда должен жить в страхе. И также мне спустя полгода наконец-то попался Патрик Макрири, которого всё никак не могут довести до тюрьмы. Я подумал, что ракета в задней двери освободит его, но, видимо, придётся ждать ещё полгода. А вообще механика не новая и неприбыльная. Но 150 тысяч долларов на халяву лишними никому не будут. Напишите в комментариях, в каких местах встречали фургоны вы. Будет интересно почитать. А у меня на этом всё. С вами был Ватман. До новых встреч! Пока-пока! Пока-пока!